Всем привет! На той неделе нашей программе исполнился ровно один год. 15 декабря 2017 вышел первый ролик «5 причин», посвященный тому, стоит ли уходить венгеру из арсенала или нет, и я в нем оказался прав. Стоп, Саш, но в зрительском голосовании победил я, как и во многих других выпусках потом. Кстати, кто-нибудь считал результаты за все эти выпуски? Какой итоговый счет? Напишите. Я вот уверен, что по итогам всех выпусков победитель я прям чувствую себя дзюбой Артемом, да, лучшим российским футболистом этого года. Саш, остановись и успокойся. Дзюба, конечно, хорош, но лучший российский игрок года – игрок Инфиль. Я в этом абсолютно уверен. Как обычно спорим? Конечно. Но перед этим классная новость. Наши постоянные партнеры из MarathonBet запускают акцию «Фан Тур 2019 – футбольный марафон», где разыгрывают путевки по системе «Все включено» на матчи трех клубов-партнеров – «Динамо», «Жироны» и «Манчестер Сити». Все подробности суперакции по ссылке внизу в описании. А теперь, Васан, я докажу, что лучшим в этом году был Дзюба. Саш, ну перестань, лучшим был Акин Филь. Отличные парни. Дзюба и Акин Филь – крутые футболисты, но по игровым показателям лучшим был Марио Фернандес. Друзья, это Владимир Стагниенко, и, кажется, у нас сегодня будет очень жаркий выпуск. Лучший игрок года – Акин Филь. И первая причина – его достижение как капитана. Именно он был капитаном в ЦСКА и в сборной, руководил обороной. А учитывая стиль игры наших команд, оборона и там, и там имела определяющее значение. При этом Игорь фактически успел поруководить сразу тремя разными защитными линиями. В ЦСКА до лета, в сборной и в ЦСКА нового сезона, где сменилась почти вся команда. Акин Филь отвечал за интеграцию молодежи в коллектив, за атмосферу в раздевалке. И на поле рукой тренера был именно он. Лучший футболист года – Дзюба. Во-первых, из-за результативности. Просто взгляните на его цифры. 42 игры, 19 голов и 12 передач. Он забивал в среднем почти в каждом втором матче. И в 75% игр отмечался результативными действиями. Для российского игрока это просто космос. И главное, в каких матчах он забивал. Три мяча на чемпионате мира, включая тот самый Испании. Пять голов в Лиге Европы и квалификации. И победный мяч с Турцией в Лиде наций он принес нам суперпобеды. Ребят, я очень уважаю и Артема Дзюбу, и Игоря Кенфеева. Они крутые парни, прекрасные футболисты. Но лучший футболист сезона – Марио Фернандес. Первая причина – Марио Фернандес вообще не допускает ошибок. Если армейцы вдруг не знают, что делать с мячом, моментально уже Фернандес открыт, ему следует передача. Он не теряет мяч. Он обыгрывает, удачно обыгрывает. Он делает передачи, точные передачи. Иначе говоря, все атаки идут, которые через Марио Фернандеса, все заканчиваются чем-то толковым. Единственный раз потерял мяч один раз в матче с Реалом. Вторая причина – статистика. За 2018 год Игорь провел во всех турнирах 48 матчей, из которых в 21 матче оставил ворота на замке. Почти половина матчей сухие. В среднем совершал по 2,4 сейва за игру. Но какие важные они были? Сразу 9 отбитых ударов в створ в 1-8 с Испанией. Потом еще 2 отбитых пенальти. Отбитые пенальти в серии с Хорватией. 5 из 10 сухих матчей в РПЛ весной и ЦСКА получил место в Лиге Чемпионов. Осенью 10 игр в сухую. Вклад Игоря неоценимый. Вторая причина – прогресс Дзюбе. Вы просто представьте. Артем начал год в статусе игрока с запаса «Зенита». Он ушел в аренду в Тулу и ради игровой практики потерял в зарплате. А там 6 голов и 3 ассиста в 10 матчах. Он буквально выиграл с потерянное место в сборной в последний момент. Начал Чемпионат Мира в ранге запасного, но быстро стал основным и превратился в лидера сборной. Потом лидера «Зенита» и лучшего игрока года по версии РФС. А его трансферная стоимость выросла в 2 раза. И это в 30 лет. Фантастика. Вторая причина – Марио Фернандес одинаково эффективен и в обороне, и в атаке. Вспомните матч с панцами на Чемпионате Мира. Это был матч, где приходилось пахать именно в защите. Фернандес трудился, Фернандеса очень сложно пройти. Фернандес обороняется как надо. При этом, если надо идти вперед, Марио Фернандес впереди открывается, обыгрывает, простреливает или навешивает. И вот в результате острота. Вспомните матч с Реалом, вспомните матч с Египтом. Это Марио Фернандес. В атаке он тоже очень хорош. Третья строчка – события и рекорды. После завершения неудачной серии в Лиге Чемпионов в том году у Игоря пошли положительные достижения. Он побил рекорд по числу сухих игр в Лиге Чемпионов для российских голкиперов и по числу сейвов в одной игре Чемпионата Мира. А еще с ним связаны знаковые события. Два сухаря в игре с Реалом. В один год такого удавалось лишь Вандер Сару, Лемону и Пепе Рейни. Его суперсейв после удара Аспаса на Чемпионате Мира мгновенно стал мемом. Скоро появятся памятники его золотой ноге. Но и его уход из сборной на самом пике стал эффектной точкой. Третья причина – открытость. То, чего так не хватает нашим игрокам, чтобы мы, обычные болельщики, их понимали и любили. Артем очень много говорил и был максимально искренним. Его шутки, его интервью, его злость, его радость, его празднование, его речь перед серией пенальти, когда даже Черчесову было нечего сказать. Его фото с каждым игроком сборной после окончания турнира и подписью «Мои воины». Артем и раньше был открытым, но инфантильным, ошибался. А в этом году повзрослел и стал настоящим лидером. Третья причина – Марио Фернандес может играть практически в любой тактической схеме. Долгое время мы привыкали к тому, что ЦСКА играет в три центральных защитника под руководством Гончаренко и два активных фланга, один из них Марио Фернандес. При этом мы прекрасно помним, что при построении в четыре защитника классического крайнего защитника Фернандес тоже играет здорово. Мало того, если в конце нужно перейти на навал, Марио Фернандес может просто в атаку отправиться на правом фланге. Иначе говоря, на своей бровке Фернандес может играть любую позицию. Играть здорово. Четвертая причина – холоднокровие и уверенность. В прошлые годы Игорь классно играл в воротах в течение сезона. Но в самых важных матчах на крупных турнирах совершал ужасные ошибки. Вспомните Кубок Конфедерации, прошлый чемпионат мира. В этом же году ляпов не было. Он играл крайне холоднокровно и вселял уверенность во всех остальных игроков команды. Тащил все, что был обязан. И в каждом турнире совершал еще и несколько чудо-сейвов. И это при том, что из-за игры от обороны моментов у наших ворот было очень много. Одна ошибка могла все перечеркнуть, но ее не было. Четвертая причина – привитая от зюбы народу любовь к сборной. Именно он задал этот тренд. Его это стремление потерять в деньгах, но выиграть место в команде восхитило. То, как он боролся в каждой игре, как всех заводил, как общался с болельщиками. Когда уже после матчей РПЛ фанаты стали ждать игроков не чтобы обматерить, а чтобы сказать спасибо. И Артем чуть ли не со всеми фоткался. Люди пошли на стадион, чтобы посмотреть на него. Он стал лицом этой сборной, изменил отношение к футболистам и за сборную стало модно болеть. Четвертая причина – Марио Фернандеса называют лучшим игроком сезона Курбан Бердыев. Мы знаем Курбана Бикиевича. Это человек, который в тактике, но настолько он погружен в тактику, он знает все обо всех нюансах. И если он человека называет, он видит, он пронизывает как рентгеном всю игру. Это действительно человек нереально важный для тактического построения игры целой команды. Если Бердыев кого-то ценит, это важнейший фактор. Пятая причина – давление и народная любовь. Именно на Акинфеева после Черчесова ложилось самое большое давление за результат сборной. Он был как под микроскопом, но со всем справился. И именно поэтому его игру так ценят. А еще у голкипера безукоризненный имидж. И он не столь противоречив и скандален, как Дзюба, например. Поэтому его любят просто все. Он спортсмен года по опросам населения, по версии GQ. Его искали чаще всех в Гугле и Яндексе, потому что его уважают даже те, кто вообще не интересуется футболом. Это настоящая народная любовь. И пятая главная причина – Дзюба – решающий фактор побед. Вы просто вспомните, как все было. Перед Мундиалем Россия проигрывала всем подряд. Никто не понимал, как мы будем действовать. Черчесов постоянно менял схему игроков и тактику. А потом Дзюба в какой-то нереальной форме стал выигрывать вообще весь верх. И Черчесов понял, что нужно играть забросами на него. А Артем установил рекорд Мундиаля. Доминировал над лучшими защитниками мира из Испании, Хорватии и Уругвая. Не было бы Артема, ничего бы этого не было. Пятая причина – Марио Фернандес может заиграть в любом клубе любого чемпионата. Подчеркиваю, любом-любого после необходимой адаптации. Он стал россиянином у нас в стране. Он бразилец. Да, хотелось бы, чтобы он по-русски говорил. Но его уважает вся страна. Хотя я сам спрашивал бразильских журналистов во время чемпионата мира. Вы жалеете? Они сказали, да, мы очень жалеем после того, как Даня Алвес травмировался. Очень жалеем, что Марио не наш. Ну, извините, Марио наш. Володь, ну как тебе спор? Три крутых футболиста. Приятно, что у нас есть много сильных футболистов. И можно долго спорить на эту тему. Саш, ты знаешь, мне кажется, три крутых футболиста и два отличных ведущих. Я и Володя. Спасибо. Друзья, чисто это будет самое интересное голосование в истории нашей программы. И я даже не понимаю, за кого вы проголосуете, кто победит. Так что вот здесь вот выбирайте, кликайте буквы И. Еще больше моих причин и обсуждений у меня на канале 4D четкий футбол. Ссылка в описании. Да, Володя недавно открыл свой канал, так что переходите. Да, ребята, и пожалуйста, не забывайте глянуть наши прошлые ролики. И напишите нам, кто по вашему мнению лучший игрок России в этом году. И спасибо, что уже год с нами. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok